С середины 80-х и вплоть до начала 90-х годов прошлого столетия здесь проходили рок-концерты, здесь собирались всяческие объединения неформальной молодежи, были репетиционные базы. Здесь я познакомился с Майком Науменко, приезжала группа «Зоопарк», группа «Резиновый дедушка», в составе которой мы тогда тоже помогали Юрке, играли, познакомились. Здесь был Борис Гребенщиков в концерты и Федор Чистяков. Ну то есть, ну фактически весь питерский рок-клуб побывал здесь в ДК «Монолит» и выступали здесь. Эта четверка давно стала ни больше, ни меньше гордостью отечественной рок-культуры. В середине 80-х выпускники Магнитогорского музучилища приехали покорять столицу Южного Урала. Их первое выступление состоялось в ДК «Монолит». Прошло 10 лет, рок-клуб закрыт, но к местной Рубинштейна 13 музыканты приезжают до сих пор. Один против армии, положение не в кайф. Пройдемся ударными, поздно на попятную. Эта песня стала визитной карточкой группы. Все началось несколько лет назад, когда на одной ФМ-частоте происходила смена радиостанций. Товарищ Александр Самойленко, работавший на закрывающейся волне, в качестве лебединой песни предложил «До свидания, командор». По задумке, зацикленный трек должен был прокрутиться всего пару часов, но в итоге зомбировал слушателей двое суток. Оказалось, что друг Александра, закольцевав песню, просто уехал отдыхать, а новая радиостанция долго не могла приступить к своей работе. Я захожу в магазин покупать себе какие-то необходимые вещи, звучит по радио эта песня, и продавщицы между собой переговариваются. Говорит, слушай, вот с утра уже звучит эта песня, и не выключается, и все, что делать. А я подумал про себя, слушай, ну интересно, они слушают и не переходят на другую частоту. То есть по кругу эта песня звучит, они не переходят никуда. То есть какой-то такой вот мистический момент наблюдался. И все же настоящая история группы началась несколькими годами раньше, и даже не с «Командора». В группе я стал играть с 98-го года. Встречались мы с Самуилом, он приехал из Москвы и говорит, давай сделаем новый альбом. Стали мы его делать, много работали, и к 99-му году он был готов. И взяли в ротацию нашего радио. Вот пригласили на сборник, на презентацию сборника «Нашествие», «Шаг 4» в 16 тонн. И вот мы приехали в Москву, включаем радио, и звучит наша песня. Ну тогда стало понятно, что все, в принципе, получается. Потом альбом «Командор», «МТВ», «Муз-ТВ». С тех пор, как образовался Томас, прошло 12 лет. За плечами немало взлетов и падений. Поистерся не один комплект. Музыканты убеждены, это не был случайный союз. Мы не случайно встретились. Не как вот сейчас группа организовать. Есть гитара? Есть. Есть палки? Есть. Давай поиграем? Нет. У нас все по-другому. Ели из одной чашки, из одной кружки пили чай. Было и хорошо, и плохо. Но это мы все прошли. Басист «Лат» играет в группе всего два года. Своё появление в Томасе он не забудет никогда. Два с полной года назад мы меня огорошили. Саня приезжает, чуть ли не вот так вот приносит инструмент. Что хочешь делать, через две недели концерт. А я не брал инструмент, ну не 15 лет, так 12 лет точно. Шок это по-нашему, смеются музыканты. Кстати, для Владислава всё только начиналось. На одном из байк-фестивалей музыканту в буквальном смысле пришлось вознестись над землёй. Его поднял огромный подъёмник, привезённый байкерами. Мы играем, а он где-то там на уровне пятого этажа. И причём, что меня поразило, он всё попадает, всё нормально. То есть у него это, я думаю, как он там слышит наверху, монитора у него нет, то есть ещё порталы слышат. Всё, потом его в конце концов спустили, и мы дальше продолжили. Ну, тоже такой интересный шоу, эффект такой произошёл. Для них музыка не хобби, а призвание. Хотя свои маленькие увлечения у музыкантов тоже имеются. Вот уже 10 лет группа коллекционирует собственные афиши и плакаты. И это не просто бумага, за каждой своя история. Вот этот вот интересный персонаж, это из клипа. Это из клипа Джин Джак. Это вот портрет Незнайки, который сгорает там в клипе. Вот было два экземпляра, мы уломали режиссёра, отдать нам один на память. Причём он сказал, ребята, далеко не уходите. И сейчас мы, это уже без нас они поджигали всё. И мы стояли с Михой, ждали там на Мосфильме, уже вышли уже за ворота. И он говорит, далеко не уходите, потому что если не получится с первого дубля, я вас заберу и ваш ещё сожгу. Но, слава богу, с первого дубля всё получилось. И этот мы забрали, и вот это раритет. И это всего лишь малая часть истории, которые мы можем рассказать о группе «Томас», Александре Самойленко и его друзья. Мария Гроссман, Андрей Зинченко, СТС «Челябинск». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok